Девчонки, всем привет! Меня зовут Алина. Буду вам показывать сегодня опять свои заказы у меня с Валбориса, с Азона. В основном это Азон, потому что в Валборисе я заказываю, на Валборисе только то, что нет на Азоне, а мне это надо. Я показывала уже, тряпочки я заказала для дома, для уборки, для мытья окон, для стекол, для поверхностей. И я все ищу такую тряпочку, которая похожа на замшу. У меня такая тряпочка давно была, и найти до сих пор не могу. Но мне очень понравилась такая темно-зеленая. Смотрите мои видео предыдущие. И еще, сейчас будем смотреть, я получила вот такую тряпочку. Это тоже с Азона. Тут две штучки, но я не заказывала дорогие. Заказывала где-то, чтобы если одна штука до 200, и две штуки, не знаю, 200 с чем-то, то есть до 300. Если что, дорогую за 6 евро, то есть это по нынешним временам 600 рублей, я могу купить в Дизосе. Она как раз такая замшевая продается в Финляндии. Но в России вот я пока вот на Азоне, на Валборисе везде искала, не могу найти. Мне казалось, вот это будет похоже. Нет, она все-таки не замша, но она из такой плотной ткани. Сейчас покажу. Вот видите, вот такая плотная. И вот такая плотная ткань. Такая какая-то интересная. Так, вот передо мной в комплекте две вот таких тряпочки, довольно-таки больших. Они довольно плотные. Ну, тут я не пойму. Я вот сейчас у меня перед компьютером, передо мной, я попробую протереть. Ну, девчонки, протирает хорошо. Но мне кажется, она вот подходит для окон, для стекол, для больших, да, как раз. Но слишком она какая-то жестковатая. Может, она мягче станет. Вот, но прямо сказать, что вот я ее трогаю, я ощущаю, она подходит, да, для поверхности. Вот знаете, вот пыль стереть, еще что-то. Ну, нет, это не стекольное, мне так кажется. Так, а заявлено она была как? Для уборки просто, да. Две штучки сереньких, но неплохие. Оставлю ссылочку. Хотите, заказывайте. Давайте дальше посмотрим, девчонки. Помните, я... Так, вот еще тряпку, да, я еще. Я помню, что я заказывала три варианта тряпок. Вот эту серую, зеленую, зеленую. Мне безумно понравилось. Я еще закажу. И вот эту сейчас посмотрим. Тоже на озоне. Так. А, нет, вот это замша серая. А это просто 2 серых закал. Точно. И вот это вот, она что-то до 200 рублей стоила. Одна штучка. Я думаю, закажу одну, не буду сразу две. А вдруг, вот она, по-моему, моя любимая под замшу. Так, у нас такая ситуация. У меня подружка тоже любит такие тряпки. У нее как раз вот тоже точно такая замша. Она говорит, если ты найдешь, первая говорит, что я нашла. И она тоже их такие закажет. У нее было много-много их. А потом, конечно, они все портятся, теряются. Ну, с годами, да, понятно, там уже и красятся. Ну, когда ты что-то стираешь такое, в общем, ну, тряпочки неэстетично выглядят. Так что... А, они две в комплекте. Тряпочки небольшие. Та была у меня побольше. И... Похоже, но... Похоже. Похоже. Ее надо намочить. Сейчас покажу. Видите, она как под замшу сделана. Такую мягкую замшу. Да, да, да. Вот. Не знаю, видно тут. Попробую фокус настроить. Ну, вот он, насколько мог, он настолько уже настроился. Вот. Видите? Вот она. Вот такая вот. Ну, та у меня была побольше. Ну, подлиннее немножко. Но... Я даже не помню, где я покупала. Мне кажется, она была как-то в комплекте из трех. И вот одна была вот такая вот, как раз под замшу. Много лет она у меня была. И я ее так любила сильно. В общем. Так вот у моей подруги такая же расческа. Тряпка тоже. Она тоже над ней трясется. И все. Потому что, ну, последняя у нее. У нее две штучки точнее было. И вот осталась одна. И вот... Слушайте, похоже. Я потом на мочу посмотрю. Так что очень даже похоже. Вот как раз для стекол подходит. Вот. Потому что стекла всегда имеют какие-то разводы. А она вот все, что по замшу, убирает. Так что на заказала я тряпочек. А это больше, да, для больших стекол. И для, видите, такая, да, более плотная. Так что они по две, значит, что-то около 300 рублей. Ну, 200 с чем-то, девочки. Я уже не помню. Потому что она заказывала кучу тряпок. Я уже сбилась со счета. Поэтому ссылочки оставлю в описании под видео. Так, давайте дальше посмотрим. Так, ну, заказала я как обычно. Мерить мы все в конце будем. А сейчас это что? Это контейнеры. Я же люблю вот эти дорожные контейнеры. Помните? Мне упаковали сразу. Как-то так интересно. Слушайте, вот я заказала. 5 баночек 15 мл. И 5 баночек 30 мл. Как они мне сразу в одну упаковку все это сложили? На складе же озон. Есть... Ну, я вижу, тут и маленькие баночки, и большие. Они в перемешку. Как? На складе озон, да? Лежат отдельно. Почему у меня в одном пакете пришло, и все это смиксовано? Как-то они заказ под меня, что ли, сделали? Прямо интересно. Вот честно, я первый раз таким сталкиваюсь, девочки. Как такое может быть? То есть ты делаешь заказ. Там минимально 5 штучек. Я заказала 5 по 15 мл. И 5 по 30 мл. А мне все в кучку пришло. Представляете? Вот. И, кстати, они продаются. Я помните, заказывала их на Валбрисе. Но потом я сказала, что Валбрис я не очень люблю. Если что-то есть на озоне, я буду заказывать на озоне. Так вот. Я посмотрела на озоне, и цена была еще выгоднее. Так что купила я это все на озоне. Спасибо тебе всем интернет-магазинам. Магазинчикам придает силу, отзывчивость клиентов. Ля-ля-ля и все такое. Так. Это, слушайте, называется магазин Гриния. Гриния. Вот у них все контейнеры вообще вот такие дорожные. Любые контейнеры. Маленькие, большие, даже не дорожные. Банки 250, 300, 500 бутылки есть. Ну вообще, посмотрите, зайдите в магазин, именно вот под карточкой. Ну то есть я оставлю вам ссылку на баночки, на контейнеры. А вы посмотрите, зайдите к продавцу и посмотрите. Я так и выбирала. Сначала купила одно, потом вот 15 мл, потом стала заходить выбирать дальше. Потом я их нашла на озоне. Смотрю, цена удобнее. Ну вообще, будет твой день, будет чудесно. Ну вообще какие-то молодцы прямо, да. А, и вот еще, кстати, к баночкам положили вот такие. Они всегда, сейчас, извиняюсь, у них всегда к этим контейнерам шли вот такие наклейки. Пять штучек, пять контейнеров, пять наклеек, чтобы в отдельных их не покупали. Это, ну, мелочи приятны, да. Причем они как-то об этом не заявляют в магазине. В общем, я уже заказываю какой раз? Вот я заказывала, получается, четвертый раз, да. Я заказала 15 и потом 30, теперь заказываю снова. Так, ну что, я вот так вот буду показывать. Смотрите, вот они. И я сама тут могу их собирать, да. Вот маленький контейнер и вот большой. Так, сейчас, девочки, я подползу немножко. Вот эти вот, вот эти вот колпачки я взяла вот такие. То есть мне нужно для крема даже лосьон хорошо. Просто надавливаю, выдавливается. И кремы экономятся с этими банками. Потому что здесь очень тонкая вот эта вот штучка, видите, вот. И она очень тонко подает крем, и он мало тратится. Вот я заметила, с тюбика выдавливаю, у меня бах, выдавилось. Я на лицо наношу, мне прям с избытком, да. А так как средства те же Holy Land, они довольно дорогие, то вот тут прям вообще конфетка. Так, баночки я у них не заказала, именно вот такие баночки, потому что мне их подарила моя подруга, вот эти вот баночки, да. Поэтому, а иначе бы я заказала. Но вот у меня все не хватало вот таких вот. Вот они, вот они мои красавчики. Так, они здесь длинноваты, вот эти палки. Их можно обрезать на свой вкус, как удобно, да. Вот, смотрите. То есть их тут мне 10 штук положили, да. Сейчас я все пересчитаю. В общем, давайте посмотрим 15 мл и 30 мл. Вот такое отличие. Так, ну что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, не ошиблись, молодцы. Вот видите, у меня тут вся красота. Так, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Все, нет, все на месте, я очень довольна. Спасибо, напишу хороший отзыв им. Очень довольна. Я, правда, я действительно не знаю, как они так сделали заказ. Это вот первый раз в жизни, девчонки, у вас такое было. Когда вы заказываете что-то в два, вам запаковывали в одну упаковку. Как? Короче, спасибо им огромное. Я еще хочу заказать по 50 мл баночки. У меня есть парочка баночек, мне не хватает. В основном средства для волос. Это вот спреи всякие, потому что они их тратятся довольно много. Ну, то есть больше, чем 30 мл. И поэтому вот тоже хочу прям вот эти тревелобанки. Это для меня, я даже дома пользуюсь ими, девчонки. Потому что я кладу в косметичку с собой маленькую баночку с кремом. Выдавлю так крем и наношу где. Ну, то есть дома, даже дома. Потому что я в косметичку, мне проще косметичку достать, чем вот эти банки. Они стоят вот там где-то. Потом я их убрала в ванну. Я вспоминаю. Сижу, крашусь. Тоналкой, например. Думаю, по тональникам надо крем. Надо идти в ванну. Я тут у меня прям в косметичке. Я раз-раз выдавила. Фух, все, я красавица. Да, тут же везла тональник, нанесла. Причем тональный крем тоже можно в эти баночки переливать. Вот в эти маленькие пятнашечки. Мне, кстати, понравились. Они значительно больше, чем я покажу сейчас. Вот такие длинные. Вот я заказывала, помните? Потому что здесь такой жесткий пластик. Здесь мягкий пластик. Вот эти разбить невозможно. А этот пластик может расколоться. И у меня небольшая такая туба с тональником. Но еще нормально. Но больше я их заказывать не буду. Особенно вот эти длинные мне вообще не понравились. А вот эти я, видите, уже по четвертому разу беру. И вот если ты прямо с этим берешь, то 15 мл достаточно много. А на самом деле места занимает мало. И они пластичные. То есть, ну, такие довольно пластичные баночки. Короче, мне все нравится. Я люблю, обожаю. Цена хорошая. Все, я довольна. Вот, и поэтому можно с собой крем носить. Особенно, когда тональный крем. Ну, в каких-то стеклянных вот таких бутылках. Ну, куда ты ее возьмешь с собой в сумку, да? Ну, блин, вот. Потом вот эти ифраше вообще без крышки. Ну, тоже я все пакетом, все запачкала этими кремами. Ну, вот так, да, вот. Ну, и оно все мажется во все стороны. Это вот у меня старый остался крем. Они ифраше уже не продают их. Ну, вот эти кремы. Они, как это, переформулировка там какая-то произошла. Но я все еще старыми пользуюсь. Это вообще у меня 300, 300, 300. Ой, 100. Какой-то дор, 100 дор. Но он, знаете как, очень темный. Мне прям реально надо быть загорелой. Так, насчет загорелости. Ладно, баночки. Я показала тряпки эту, положила, будет все здесь лежать. Ничего страшного. Пусть помойка будет. Девочки, я снова заказала себе вот этот FaceTime Water. Вода для лица с эффектом естественного загара. Помните, у меня есть от них, вот от этого магазина. Я сначала заказала вот этот вот. Это мне девочка написала моя подписчица. Дала мне ссылочку. Я заказала такое масло для губ классное, да. И вот оно у меня есть. Я его постоянно вечером пользуюсь, днем, когда хочу, чтобы губы были красиво и сочные. Летом вообще заходят красиво. Прям вообще. Или, знаете, когда одеваешь что-то, черный какой-то, бадлон такой. Ну вот, с воротником вся такая сексуальная. Какую-нибудь помаду и сверху вот этим маслом. Губищи вот такие. Вся такая красотка сразу. Просто секси, девчонки. Прям, ну вообще класс. И в этом же магазине я тогда нашла вот этот автозагар, скажу так, по-простому. Так вот, смотрите на меня. Я не сильно загорела. Я им пользовалась до Испании. В Испании я тоже им пользовалась, потому что я практически не загорала. Мне некогда было. Мы ходили по магазинам, работали, сидели. Ну максимум я могла сходить в бассейн, поплавать и вернуться домой. И уже вечером выходили из дома. Ну какой-то загар садился. Ну я же еще и от загара использовала средства. Но по факту я вообще не загорела. Я на самом деле ни капли, ну практически. И приехала я туда, в Испанию с этим. И уехала с автозагаром, в общем, скажем. И я хочу сейчас быть такой немножечко загорелой. Хочется такого лица красивого. То есть у меня уже как бы начинает стираться. Я снова заказала, потому что мне очень понравилась эта вода. Знаете, она... Девочки писали мне насчет брендов. Ну бренды какие-то там дорогие, еще колоранс, там еще какие-то. Девочки, ну там дорого. Вот я эту попробовала, я знаю, как ее наносить. Она не полосит, у меня разводов нет. И она дает красивый такой золотистый оттенок. Знаете, раньше сначала я очень боялась. Я наносила на ватный диск, аккуратненько размазала на крем. Потом я поняла, что все окей, не парься, наноси просто на лицо. То есть да, вот. А потом руки просто сполосни, ну чтобы ладошки не потемнели. Сначала в перчатках это дело. Потом думаю, боже мой, какой-то дурдом занималась. Ну понимаете, у меня вот такой страх перед автозагаром. Все спокойно, нанесли на лицо пальцами, размассировали, руки помыли. Все, на лице красота. Да, через часа 4 вы будете уже такая, ну как бы красивая. И если вы будете использовать его несколько дней, не забывайте про шею тоже в том числе. У меня вот она еще белее. И я еще, знаете, вот сюда тоже мажу, чтобы ручки были немножечко такие загорелые. Вот. И наносишь вот несколько дней, буквально 5-6 дней, и ты прям загорелый, как будто реально ты загорел. Не мажется, не пачкается. Ну я раньше не пользовалась автозагаром, я понятия не имею. В общем, водичка наносится легко, мне нравится. Бутылочка легкая, распределяется по лицу, просто пальчиками. Где-то там развод... Не бойтесь, разводов не будет. Все безопасно, классно. Очень такой нежный запах, такой легкий-легкий. Такой прям, ну вообще невесомый. Просто сейчас у меня тональный крем, я поэтому немножко нет. Сейчас не буду брызгать, показывать вам. Он такой классный. Вот. В общем, заказываю второй раз. Буду повторять. Мне очень нравится. Еще раз покажу. Оставлю ссылочку. На зоне на Валборисе, на зоне тоже подешевле. Этот магазин представлен на обеих площадках. Ну или смотрите, где выгоднее цена. Потому что иногда бывает на Валборисе выгоднее цена. Вот. Ну или у вас может пункт выдачи только есть один. Очень довольна. Заказала снова. Так. Коробку выкину. Поставлю к себе в ванную. Обычно вываюсь. Их-х-х-х. На это. Умылась, вытерлась, набрызгала, натерла руки, сполоснула, легла спать. Все, утром я красотка. Вот. Или если днем остаюсь дома, тоже с утра нанесла, и потом я красотка. И потихоньку я такая прям, знаете, вот солнечный такой цвет. Не розовый, а именно такой красивый-красивый. Золотистый такой цвет. Прям очень красивый. И плавный переход. Потому что он плавно-плавно дает такую вот, ну, разницу. Face, tone, water называется. Glow Me это фирма, да? Вот, которая вот у меня блеск. И вот эта вот штучка. Может, это тоже сделано под какой-нибудь бренд. Я не знаю. Потому что та сделана, масло сделано под Dior. А вот это вот, может, тоже под какой-то бренд. Но качество такое же изумительное. Так что и цена хорошая. Так, девочки, теперь покажу вам еще одну вкусняшку. Какую-то пилку для пяток. Я искала на Озоне обычную пилку. Потому что у меня не хватало. Мне осталась, короче, одна пилка. Все остальные мне полезны уже непонятно какие. Я ее стала брать дорогу. И потом я ее кладу обратно домой, забываю и все такое. И тут я что-то искала, искала. Слушайте, она не дешевая, сразу скажу. То есть для пилки для пяток. Я пользуюсь нано-пятками. Это такое средство. Я заказывала на Озоне. Просто погуглите нано-пятки. Жидкость наносишь, и потом пилочка подтираешь, у тебя пяточки свежие. Но если я куда-то еду, я же нано-пятки с собой не беру. Хотя эту жидкость можно налить вот в эти бутылочки. Нано-пятки. Только главное написать, что это нано-пятки. Точно. О как. Аллилуйя. Знаете, хорошая мысль приходит. Значит, я нано-пятки отлила. У меня в Испании в квартире есть. В бутылке. Вот такой. Только нет, не такой. Бутылочка у меня там 50 мл. Старенькая еще была. А вот с собой, знаете, как вот в Финляндию едешь, куда-то еще съездить на несколько дней. А сейчас по России очень часто мы ездим. В гости ездим. Короче, вот хорошее средство. Особенно летом, когда ты в босоножках. Твои там эти натоптыши. У меня как-то они быстро образуются. Особенно летом. Вот. Ну, короче, про пилку. Пилочку. И случайно мне высветилась рекомендационно вот эта пилка. Я так это посмотрела, почитала отзывы. А там еще на зоне всегда видеоотзывы, девчонки. Я, короче, там два варианта пилок. Вот такая длинная и такая короткая. И они пишут, берите две в наборе, потому что вот эта более жесткая, а та вот более низкая. Она более мягкая. То есть, хотя она двусторонняя. Пилочка стоит около 1000 рублей. Я не помню. 800 с чем-то, 700 с чем-то. Девчонки, честно, вот посмотрите, ладно? Вот. Потому что я говорю, я что-то до 1000. Может, близко к 1000. Ну, просто я на телефон снимаю, у меня все заказы там. Вот. И... Потому что какая-то подешевле, а вот эта подороже. Я не помню, какая, сколько стоила. Там, по-моему, 500, это 800 или 700. Блин, я боюсь, если вас обманула, а потом это... Короче. Так. Пилка, давай вылезай. Я сначала думала, что они цветами отличаются. Потом все-таки очень внимательно послушала отзывы, почитала, посмотрела и поняла, что я хочу такую пилку. Знаете почему? Потому что, во-первых, она очень эстетично выглядит. Вот реально с собой. И в дорогу только брать. Видите, она в прорезиненном таком чехле, как телефон. Вот. Вот так вот. Сверху вот такая штучка. Вот. И она вот так снимается, вынимается. Ой, слушайте, с этой стороны такая шершавая. А она односторонняя. Это шершавая, а это гладкая поверхность. Я думала, что она двусторонняя. Нет. Видите, какая-то ферма написана. Ну, короче, я попробую. Ну, слушайте, ну, руку, конечно, прям это хорошо выбивает. Наверное, я закажу себе еще и низкую. Низкая, она вот такая пониже, но она пошире. Я думаю, что там абразивность будет меньше. Ну, короче, я сначала попробую эту, потом расскажу вам. Вот. И она вот так убирается, да? А, и как раз можно убирать ее вот этой шершавой поверхностью точно, чтобы она ни за что не цепляла. Она реально такая прям, как вам показать. Вот видите? Вот такая вот. Вот с этой стороны она гладенькая. Вот такая. Выпуклая, гладкая. Как стеклышко такое. А с этой стороны ее трогаешь, она же липкая какая-то. И прям вот, ну, ты к ней как прицепляешься. И поэтому, наверное, чтобы ее вот этой шершавой стороной убирать в эту резиночку. И чтобы оставалась вот эта сторона. Как еще их отличать? Она вот, которая пониже, она другого цвета. Она немножко такая более ярко-розовая. Это такая прям персиковый цвет. Видите? А я сначала думала, что она какая-то с блестками. А это, оказывается, вот это грани блестят. Да? А нет, она с блестками. Девчонки, да, здесь еще серебристые блестки. Короче, эстетично выглядит. Красивая. Если она будет классная, я закажу себе еще одну такую. Одну домой и одну в дорогу. Вот как раз косметичку дорожную. Супер, да, пилка. Не надо вот этого позорного какого-то размера. Вот эти ручки деревянные, которые ты там еще долго сушишь. Не знаешь, куда засунуть. Она длинная в косметичку не помещается. Пемзы обычные вот эти я не люблю. Они какие-то мне вообще непонятные. Вот. Супер. Но я еще закажу маленькую, да, наверное, потоньше абразивность. Но я сначала это попробую, потому что, ну, как бы они не дешевые, да. И если закажу вот эту, потом покажу вам. Расскажу про нее, как в пользование она. И я, если что, закажу себе пониже. Ну, посмотрите, я ссылочку оставлю. Если не оставлю, пишите мне обязательно в комментариях. Я оставлю. Все ссылки, кстати, под видео. И там посмотрю. Посмотрите, там у продавца вторая такая, второй вариант. Вот пониже пилочка есть. Ну, красиво выглядит, да. Думаешь, боже мой, ну вот как брать с собой вещи? Вот надо такие, потому что пилка-то на 300 лет. Если она вот сидит, ну, вот как это стеклянная, да, такая керамическая, то она надолго хватит. Можно и потратиться. Зато хоть не это. Не позорную достаешь где-то, а в дорогу, ну, не всегда надо, потому что где-то там босоножки, ну, вот бы здесь подпилить, вот бы там здесь это подубрать. Здесь у меня там босоножках прошла, что-то запылилась нога, надо подтереть чем-то, да, мочалка по трешу не уходит. Ну, в общем, слушайте, классная вещь. Ну, красиво, по крайней мере, выглядит красиво, насколько она удобная, я вам расскажу. Ну, и молодцы, хорошо запаковали. Ладно, девчонки, хвалю-хвалю тут. Так, давайте я перейду вам еще, не, ладно, это я покажу, ладно, сейчас я вам покажу, носочки. Просто я хотела еще шорты показать и закончить на этом. Давайте носки я куда-нибудь, что у меня тут? Еще, еще, еще. Ну, ладно, давайте покажу носочки. Носочки я заказала вот первый раз, я их еще даже не мерила. Заказала на Валборисе, стоили 150 рублей, по-моему. Как-то просто наткнулась случайно. И одна пара, она вроде не дешевая, я так долго смотрела. Думаю, брать, не брать, так, надо вообще ее как-нибудь отрезать. В общем, я ее заказала. Сейчас у меня вот теперь заказы уже с Валбориса два заказа пойдут. Девчонки, ну, еще раз повторюсь. Вот этот вот тоже можно на Валборисе заказать. Баночки тоже на Валборисе. Вот эту штуку, не знаю, не проверяла в магазине. Может, магазин есть тоже на Валборисе. Зайдите на лоб, посмотрите название магазина, а потом его введите в этом... Боже мой, Валборис. Если есть название такое, значит, есть такие пилки. Вот, потому что я так именно ищу магазин. Ну, потому что, может, у вас сильно есть только пункт выдачи Валборис. Я просто, я еще раз повторюсь, я как-то с Валборис стала очень туго дружить. Я не хочу с ними дружить, но иногда приходится, когда вот ничего найти не могу. Так, запаковали хорошо. Носочекусы, носкочкусы, носочкусы. И они, знаете, 23 размер я брала, и они как сетка, видите, вот здесь. Вот сеточка, пяточка и носик. Сейчас, давайте, вот так вот так. Это фирма. Размер 23 у меня, чтобы был он 23, это 35-37. Есть ли на разделение на размер или нет, я уже не помню, честно. Что-то я вот, блин, я знаете, сколько заказов делаю, что я уже ничего не помню. В общем, ссылку оставлю, смотрите. Сейчас мы посмотрим, они слишком объемные или нет. На то, как очень аккуратненько их снимать, вот эти вот ниточки, чтобы их не порезать. А то, кстати, все, купили носки и порезали, и, ну, можно в помойку выкидывать, что-то дыра, да, вот. Поэтому очень аккуратно, не торопимся. Думаем, сколько мы денег потратили на все это счастье. И все, да, вынули. Красота. Вот такой вот носочек. Чем мне нравится? То, что я вот хотела, вот знаете, как в тонкие, ну, мне кажется, размер тут большеват. Сейчас скажу, потому что тут у меня 36, 36,5, мне, наверное, длинновато будет. Ну, посмотрим. Резиночка низкая, вот это вот пяточка, под пяточник есть, да, чтобы не рвалось. Здесь сеточка, здесь на таком шовчике, видите, мягком шовчике. Так вот, я почитала отзывы. В отзывах девочки пишут, что прям, ну, вообще, они есть в телесном цвете, в белом и, по-моему, в черном. Ну, я под кроссовки, естественно, взяла белые. Под телесные можно брать под туфли, да, какие-то. Ну, если в туфельки всопываете, такая белая, да. Я надеюсь, она не будет нога потеть, потому что, в принципе, вот вы были хорошие. Но здесь такая плотная, знаете, как бы даже не, даже не 100D, она тут прям такое, прям очень уплотненно, ну, плотно, плотно, видите, она какая. Нет, наверное, камера не передаст, потому что, видите, здесь даже не Дэна, а какая-то прямо, ну, такая, ну, такая, ух, прямо плотность. Так, ну что, померяю. Девочки, носочек. Вот такой вот носочек. Давайте я, наверное, снизу покажу вам, потому что... Так, давайте я сейчас одену носки, и потом я вам покажу сейчас и носочки, и шорты, шортики. А теперь мы планенько перейдем к шортикам. Давайте я вам расскажу еще раз, кто не смотрел мои видео с Валбарис, заказывала шорты, то есть у меня были шортики. Я покупала, сейчас я найду внизу, у меня здесь где-то шорты. Знаете, сколько? Три года назад. Три, три года назад я заказывала... Ах, мне скребутся коты. Вот такие шорты на Валбарисе. Это был 42 размер, но они какие-то были очень сильно большемирные, прям очень большемирные. Они были очень большие, но я не стала от них отказываться, они стоили 400 с копейками, и потом я стала их носить прям вот постоянно. Ношу, 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 люблю, люблю, люблю. И в поездке, и везде, знаете, как вот так удобно складываешь, и вот так вот, вот так вот. Вот, и они занимают мало места, они легкие, но они прям вот в первый мир, и, ну, то есть я везде их носила, на пляжах, везде, где только можно. Да, вот с этой футболкой прям вообще хорошо смотрится. Так вот, я ходила в Испанию, вот сейчас я их все-таки забрала. Я заказала точно такие же, то есть я сначала посмотрела свои старые заказы, нашла, и так я думаю, о, есть! И думаю, закажу в 42-м, 44-м, думаю, наверное, мне уже 44-й нужен. Так вот, мне пришел 42-й размер, вот такой же. Вот, видите, плотная ткань. Сейчас покажу. Видите, она такая более-более плотная. Такие прямо, ну, плотненькие, но при этом ты не потеешь в них. Вот такие вот шикарненькие. Но они мне туговаты немножко. И, ну, как бы не туговаты, но, в общем, для дома пойдет, а на улицу ходить немножко попа обтягивает. Ну, для дома окей. А вторые, помните, граждане, реальность. Причем ткань не совпадает на фото. У них вот такое. А вот эти тоже, да, голубые называются, хотя по мне они больше сиреневые. Они стали зимы выпускать. Уже, видимо, все размеры раскупили, кроме вот одного 42-го. И уже все стали вот такие вот. Ткань, это 44-й размер, они мне, как раз, самый раз, я их ношу, все нормально. Но очень тонкая ткань. Кстати, девчонки, здесь нет резинки, если что, только веревка. Многие жалуются и вставляют резинки. Я резинку не вставляла, но да, они сваливаются. То есть надо туго затягивать здесь, поэтому, если что, вставьте сюда резиночку сами тоненькую. Это не так сложно, да, на булавочку и вперед продели, да. Вот. Зато будет классно. Зато они с карманами. Карманы довольно глубокие. У меня туда даже телефон помещается. Прекрасно. У них разрезики по бокам. И они прям, ну вот реально классные. Они не настолько высоко сидят, но прям вот супер. Так вот, в общем, заказала я вот эти. Ну, точнее, пришли мне. И вот такие, вот такие. Я выкупила, потому что 403 рубля, по-моему, они стоили. И если я возвращаю, это 100 рублей обратно, да. То есть эти бы стоили же 500 рублей, а эти бы, там, думаю, ну 200 рублей. Вот. И я бы получила шорты. В итоге я забрала оба. Почитала отзывы. Сейчас все идут вот такие голубые. Я вам ссылочку оставлю. Хотите, заказывайте. Размер в размер. Ну, немножечко больше мерит. Нет, наверное, один размер больше мерит. То, что у меня пупа почти... Ну, нет, у меня 44, ладно, не буду врать. 44-46 у меня больше, когда я юбку одеваю, если шорт, я беру... Ну, то есть, вот, смотрите, либо свой размер, если вы наносите 44-46, берите 44. Если вы носите, например, 52-54, берите 52, да. А если носите свой размер, какой-то там, 54 ровно, ну, берите свой размер или закажите 2. Ну, я не знаю, как вот. Может быть, чуть-чуть будет между размере. Не знаю. В общем, у меня на 44, а 44-й хорошо. А 42-й туговато, но тоже подходит. Ну, вот, ну, растянется. Оно растягивается. Поэтому хотите, возьмите на размер поменьше, потому что кто-то пишет, да, большей мерки. Ну, больше размер точно брать не стоит. Ткань стала тонкая, не такая плотная. Та прямо такая плотная. Я боюсь, что при стирках она быстро скатается или какой-то станет. Хотя у них вот эта внутренняя часть очень похожа. Видите, вот такая же вот сетка. И вот в этих такая же сетка. Ну, в этих вот они прям плотненькие. Так вот, ну, ладно, к чему размазываю. Я заказала себе еще такие темные-синие. Вот так выглядит немножко по-другому эмблемка. Там какие-то капельки. А здесь вот такая, это, вот индиго цвет. Она тоже тоненькая ткань, не толстая. Тонкая тоже, ну, все в таком стиле. Короче, они есть в разных расцветках. И черные, какие хотите. Тут даже вот какие-то вот эти веревки прям толстые и с какими-то вот такими шнягами. Вот. И они стоят там 300 с лишним. С копейками. 350, по-моему, они стоили. Вот. Естественно, я их выкупила. Я даже не мерила. Сейчас мы с вами померяем. Там есть бежевые, серые. Ну, какие-то размеры у них заканчиваются. Они отшивают. Но единственное, что можно не попасть в цвет. И цвет они голубых не поменяли. Вот те, которые у меня 42-е, вы уже такие не закажете. Закажете как 44-е. То есть какие-то фиолетового оттенка. То есть все там расстроены. Не соответствуют картинке. Они там пишут в итоге ответ продавцы, что да, там разные партии ткани. Но по мне это неправильно. Извините, у вас картинка такая. Должно совпадать. Люди же ожидания реальность. Ну, я оставила. Ладно, окей. Я их не стирала еще. Новые вот эти сиреневые посмотрим. Ну, вот эти вот темно-синие. Купила себе во дворе бегать. Потому что, ну, что 350 рублей такое, да? Это как бы к любой футболке подойдет. Ну, что, будем мерить. Вы их надо затягивать туго. Иначе вы их потеряете. Действительно, знаете, я ходила, телефон получше, и шорты начинают вот так сползать. Поэтому, хотя я резинку не вставляла. Так, да, Боже, у меня тут провод мешает. И, ну, вот они. Сейчас я возьму. Так. Вот, вот. Так, у меня там бирка в попе. Вы тоже так меряете, да? Вот, кстати, носочки вот эти вот. Новенькие. Приятненькие. Вот шорт усы. Покажу поближе. Да, кстати, знаете, если у вас... У меня 44, но как бы 44-46. Может быть и 46, если бы я взяла, были бы довольно свободные. Но, еще раз повторюсь, так как это трикотаж, и он тянется, а они действительно тянутся. Я вам покажу сейчас шорты свои вот эти 42-го размера. Они очень сильно растянулись. Вот, видите, которые вот мои старые-старые. И поэтому понимаю, что как бы, ну, не надо брать, наверное, свободные, потому что все это тянется во все стороны. Два раза сядешь, трикотаж вот как футболки, как это растянется. Но для дома, видите, длина хорошая. То есть не короткие. Все, что надо, закрывают. Пытаюсь футболку подтянуть. Ну вот, карман глубоко очень садится. Девочки, все-таки одела я вот эти сиреневые шорты, которые сейчас продаются. Вот у меня тоже 44 размер. Вот, опять же, но они здесь немножко у меня затянуты. Вот так они выглядят. Так, возьму микрофон. Покажу поближе. Вот, видите, здесь капельки. Здесь карман. Наверное, на светлых лучше видно, да? Вот. Вот тоже их длина. Тоже неплохие, да? Так, старые мои были. Вот, еще раз покажу, какого цвета. Вот их приложу, видите, вот этот цвет был повеселее. Такой васильковый цвет. Это больше такой сиреневый, но тоже неплохо. Хотя ткань тонкая, больше уже такие домашние. Треники напоминают, но если вы будете дома ходить, такие пижамные или летние в огороде на даче, на пляж, на море, то на пляж, на море вообще не важно, какого там они толщины, потому что все это очень легко складывается. Я тут извиняюсь, у меня тут уже просто какая-то помойка на кровати. И вот так вот. Они не мнутся, естественно. И с собой кладете в чемоданчик, сумочку, и у вас всегда есть шорты. Как домашние, как ночные, так подходят и на улицу. То есть они изначально, в принципе, уличные шорты. Вот. Мне вот здесь вот с этой футболочкой очень подходит. Вот она прям такая, мне нравится. Жалко, они больше не продаются на Glory Jeans, потому что она такая кремовая, спокойная. И у нее вот цветочки вот эти голубые, они к джинсам подходят, к шортам разным, так вы меня даже не видите. И, в общем-то, ко всему, ко всему, ко всему. Вот нравится она мне, я дома ношу сейчас. И такой же у меня в Испании. Я две штучки хорошо успела взять, вот. Но больше уже нет. Вот. Так что Glory Jeans мне нравятся вот эти оверсайзные, вот эти пижамные футболки. В них так легко, свободно, комфортно. И по дому ходить, и можно на улицу ходить. Сейчас это модно, молодежь носит оверсайз. И на пляже где-то, вот на морюшко, если вы едете, тоже классно. Кстати, надо попробовать, может, какие-то штаны взять 46-го размера, потому что вот у меня цвета у меня 44-46, вот М-ка, да. А здесь именно четко такой размер, поэтому, может быть, мне 46-й надо. В общем, так, девчонки, если вы носите, например, там 50-й размер заказа и шорты 50-го, если носите 40-50-52, берите 50. Ну, если хотите по-своему, не берите 52, но говорят, что на животе будет болтаться сильно. Не знаю. Я почитала отзывы тоже. Все, я вас целую. На сегодня все. Опять видео длинное, что вам отличное настроение, прекрасной погоды, счастья, здоровья. В общем, и прекрасных покупок. Ссылочки в описании. Если что-то забыла, просите, добавлю. Целую. Пока-пока.